Этого красавца зовут Блейд, ему 7 месяцев. В приют он попал совсем недавно, его принесли волонтеры. Ирина Запивалова одна из них. Девушка 5 лет назад устроилась работать администратором в антикафе, где жили кошки. С тех пор с животными не расстается. Сама приютила 5 кошек и собаку. Каждому животному нужна забота и любовь, уверена Ирина. Приходишь к ним, в какой-то собственный свой мир, с ними можно пообщаться. По улицам бродят не только агрессивные животные, но также и животные, которые в воле судьбы там оказались. И они в этом не виноваты. Около 300 собак и кошек из приютов участвовали в выставке «Друг человека». Забрать животного отсюда самарцы могли бесплатно. В этом году выставка работала два дня. Пандемия коронавируса не лучшим образом сказалась на животных, которые мечтают о доме. Количество посетителей приютов значительно сократилось, а питомцы нуждаются не только в питании и крыше над головой, но и в ласке. Теперь ее будут получать 40 кошек и 22 собаки, а также черепаха и кролик. Все они отправились обживать новые дома. Для многих взять животное с приюта и вообще взять животное – это взвешенное решение, которое нужно обдумать. И в этот раз у людей есть день, чтобы познакомиться и день для того, чтобы забрать. На выставке представлены как котята и щенки, так и взрослые особи. Все четвероногие обследованы и привиты. Большинство из них стерилизованы. Приюты заключили партнерские соглашения с ветклиниками, которые в дальнейшем готовы обеспечить медицинское сопровождение животных. Некоторые планируют оказывать услуги бесплатно, другие – с хорошей скидкой. Выставка проходит при поддержке администрации Самары и Октябрьского внутригородского района. В итоге фестиваля 100 кошек и около 100 собак получают добрых, надежных в себе друзей, получают крышу над головой. Они обретают дом родной. И я этому очень рада. Очень рада тому, что в нашем городе очень много-много-много добрых людей. Практически все приюты столкнулись с огромной проблемой – это содержание, прокорм животных. Это и Самара, и Тольятти, и другие города. Мы помогаем очень многим приютам города Самара. Мы буквально несколько месяцев назад оказывали материальную помощь и физическую – это покраска и постройка вольеров. Мы привозим корм. Волонтеры и активисты выгуливают животных. Сотрудники приютов и после передачи животных будут следить за их судьбой. Новые владельцы обязаны время от времени предоставлять фотоотчеты, чтобы в приютах были уверены, что их подопечные не оказались снова на улице. Мария Левина, Константин Головин. События.